Семёна Григорьевича Семёна Григорьевич Семёна Григорьевич Соболь – пример мужества, долга и чести. Нужно всегда помнить павших на боевом посту и живых, тех, кому удалось вернуться, пройдя нелёгкие дороги войны. Сегодня всё меньше и меньше остаётся людей, которые пережили Великую Отечественную войну. Пока живут ранены войной люди, их память – мост между войной и миром. Обязанность молодых – хранить эту память, перенимать их опыт, ответственный за само существование человечества на земле. Их память вечно хранит, обелисков хранит. Сколько лет прошло с той весны, когда не стало войны в моей огромной стране. Память героя Советского Союза Семёна Соболя почтили минуты молчания, а после запустили в небо белые воздушные шары. Семён Григорьевич погиб 13 апреля 1944 года, вдали от своей малой родины, но память о его подвиге увековечена на обелиске в его родном хуторе. И в этот день святык подножию памятника возложили благодарные потомки. Северский район принял активное участие во Всекубанском субботнике. Работники администрации, представители различных организаций, предприятий и неравнодушные жители района отложили домашние дела и вышли на улицы, чтобы навести порядок в своих поселениях. До начала майских праздников все улицы, преддомовые территории, парки, скверы, детские площадки, кладбища и зелёные зоны должны принять надлежащий вид. По традиции субботник стартовал возле здания районной администрации. Инструкцию участникам дал глава района. Вот наша задача, чтобы 30 апреля во всём районе было чисто, аккуратно, красиво, как всегда. Всем сегодня хорошего дня, хорошего настроения и с праздником. Станица Северское – лицо района, поэтому основные работы прошли, конечно, здесь. Вооружившись кисточками и вениками, участники субботника проследовали от центра станицы к её удалённым уголкам. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто сегодня принял активное участие в субботнике, но и отметить тот момент, что работы по благоустройству, по уборке территории у нас будут продолжаться. И мы призываем всех принять дальнейшее участие в благоустройстве, чтобы на 1 мая наша станица была ухоженная, красивая, и все праздники у нас прошли замечательно для всего нашего населения. Не отставали от райцентра и другие населённые пункты. Руководитель муниципалитета объехал поселение и лично проверил, как проходит субботник. Также Адам Джарим посетил социальные объекты Северского района. В посёлке Ильский проконтролировал работу по строительству спорткомплекса, а в Афибском поселении пообщался с пациентами Афибской районной больницы. – Все хорошо, спасибо. – Все хорошо. – Возвращение. – Все хорошо. Завершится всекубанский субботник к началу майских праздников. До этого времени каждый житель нашего района может внести свой вклад в общее дело и привести в порядок свою придомовую территорию. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 даёт 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить. Решаем первым способом. Берём новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берём старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. Это крупнейший в мире крытый водопад высотой 40 метров. Он находится в новом павильоне сингапурского аэропорта Чанги. Комплекс Джувелл только что открыли для посещения. «По-моему, невообразимо. Ощущаю себя, как в Диснейленде. Здесь много зелени, всё такое новое для меня». Аэропорт Чанги седьмой год подряд признали лучшим в мире. А новый павильон обещает добавить ему ещё больше привлекательности в глазах путешественников. Площадь павильона более 135 тысяч квадратных метров. Он раскинулся на десяти этажах – пяти надземных и пяти подвальных. Причём пять верхних занимает крытый сад. На крыше также расположилась зона отдыха с садами. Есть и отель. Автор проекта – архитектор Моше Савди. Тот самый, который спроектировал знаменитый сингапурский курорт «Марина Бэйсэндс» в форме корабля. «Это не просто торговый центр. Мы здесь предлагаем очень многое. Есть авиационные помещения, также есть сады и аттракционы, много магазинов и ресторанов. Так мы надеемся привлечь в Сингапур больше туристов. Мы также приглашаем и местных жителей на семейный отдых выходного дня». «Отличное место. Здесь можно провести хоть целый день». Строительство павильона обошлось в 1 миллиард 300 миллионов долларов США. В 2018 году аэропорт Чанги обслужил рекордное число пассажиров – 65 миллионов 600 тысяч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова